Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство и принцип действия оборудования для тепловой обработки, которая применяется на мясоперерабатывающих предприятиях. Тепловая обработка – один из основных и наиболее часто применяемых технологических процессов, в результате которого сырье и мясопродукты претерпевают сложные физико-химические, структурно-механические и другие изменения, связанные с поверхностным или объемным проникновением теплоты в продукт. Цель тепловой обработки может быть различной. Подготовка сырья к дальнейшей технологической обработке, доведение продукта до состояния готовности к употреблению в пищу, предотвращение или уничтожение развития микрофлоры в готовом продукте или при его хранении. Выделение из сырья составных его компонентов. Изменение структурного состояния продукта. Тепловая обработка осуществляется следующими способами. Погружением в жидкую среду, вода, растительное масло и другое. Воздействие паром, воздухом, паровоздушной, пароводяной, дымовоздушной смесью, электроконтактным нагревом, энергией СВЧ, инфракрасным излучением, комбинированием перечисленных способов. Среда, которая передает теплоту продукту, называется теплоносителем. Передача теплоты продукту может быть прямым контактом или через теплопередающую стенку поверхность. Пар, как теплоноситель, в первом случае называется острым, а во втором случае – голухим. Для тепловой обработки сырья и мясопродуктов применяют оборудование непрерывного и периодического действия. В зависимости от глубины проникновения теплоты в продукт оборудование можно разделить на две группы – для поверхностной и объемной обработки. В первую группу входит оборудование для шпарки и опаливания. Оборудование второй группы предназначено для варки, запекания, охлаждения, пастеризации, стерилизации, вытопки жира, обесклеивания шрота, деаэрации, копчения, сушки и выпаривания. Рассмотрим устройство и принцип действия оборудования для вытопки жира и обесклеивания шрота. Жир вытапливают из жиросодержащего сырья различными способами. Мокрым – с добавлением от 20 до 50 процентов воды к массе сырья и сухим, без смешивания жира с водой. Вытопку жира в открытых котлах периодического действия проводят в два этапа. На первом измельченное сырье нагревают до 65-75 градусов Цельсия. На втором – до 80-90 градусов Цельсия. Высшие сорта говяжьего, свиного и бараньего жира получают при открытой крышке автоклава. Температура от 65 до 80 градусов Цельсия, а время – полтора часа. Все виды жиров первого сорта, сборной и свиной высшего сорта получают при закрытой крышке с температурой в котле 120 градусов Цельсия, а время обработки – 3 часа. Для вытопки жира применяют автоклавы периодического действия, агрегаты непрерывного действия и другое оборудование. Автоклав К7ФА2Ж для вытопки свиного жира. Состоит из котла с откидной крышкой, корзины и конденсатора. Котел представляет собой цилиндрический вертикальный сосуд с эллиптическим днищем и паровой рубашкой. Крышка котла шарнирно установлена на корпусе и прижимается к нему откидными болтами в количестве 12 штук. Герметичность автоклава обеспечивается резиновой прокладкой, уложенной в кольцевом пазу на крышке. Крышка котла открывается и закрывается механизмом открывания. Он состоит из электродвигателя, редуктора, одноступенчатой цилиндрической передачи и опоры. В ступице колеса редуктора нарезана трапецией, дальняя резьба 36х10. Редуктор прикреплен шарнирно к плечам крышки. Опора представляет собой шарнирно укрепленный на корпусе котла винт длиной 1250 мм. От электродвигателя, который работает реверсивно, приводится в движение шестерни редуктора. Перемещается сам редуктор по винту и в зависимости от того, в какую сторону вращается вал электродвигателя, открывается или закрывается крышка автоклава. Пар в паровую рубашку подводится через патрубок 12, к которому присоединены предохранительный клапан и манометр. В нижней части рубашки автоклава предусмотрены патрубки 7 и 10 для отвода конденсата и спуска воды. А в нижней части корпуса котла задвижка для выгрузки шквары. Выпуск воды или острого пара происходит через патрубок 9. Воздух, газы, соковые пары, выделяющиеся в процессе вытопки жира, отводятся через трубопровод непосредственно в конденсатор. Конденсатор представляет собой вертикальный цилиндр, в который подводится вода. Переливная труба создает постоянный уровень воды в цилиндре. Для вывода непогашенных газов в крышке конденсатора предусмотрен патрубок. Технические характеристики автоклава представлены в таблице на слайде. Аппарат для обезжиривания кости применяют в производстве желатина. В аппарат загружают предварительно измельченную до 30-40 мм кость. Она обезжиривается при температуре 90-95 градусов Цельсия. В аппарат заливают воду на 15-20 см выше уровня кости. Вода нагревается до кипения острым паром. Нагревание воды поддерживают в течение 4-6 часов. Жир, выделившийся на поверхность жидкости через перфорированный карман и штуцер непрерывно самотеком сливается в резервуар для приема и обработки жира. Полученный бульон с концентрацией белковых веществ в 2-3% направляют на выработку клея. Для обезжиривания свежих порций кости вместо свежей воды целесообразно использовать вторичные бульоны. Бульон, полученный в первом аппарате, применяют для обезжиривания новой порции кости во втором аппарате. А бульон из второго аппарата для обезжиривания кости в третьем аппарате. При этом содержание клеевых белковых веществ повышается до 6%. Вместо трех бульонов поступает один. В результате чего в 2-2,5 раза уменьшаются затраты воды, пара, электроэнергии на одну единицу массы получаемого клея. Окончание процесса обезжиривания характеризуется превращением выделения жира из кости. Легкой отделяемостью при рези мяса от кости. Костный бульон спускают и направляют на сгущение до 25-30%. Обезжиренную кость после охлаждения холодной водой до 50-60 градусов выгружают. Степень обезжиривания кости горячей водой составляет 50-60%, что является недостатком этого метода. Выход жира из тазовой кости 7-9%, лопатки и челюстной кости 2-3%, ребра 5-6%. В среднем выход жира при обезжиривании горячей водой составляет около 6% массы кости. В агрегате непрерывного обезжиривания кости процесс ведут при температуре от 85 до 95 градусов Цельсия в течение 4-6 часов. Этот метод обезжиривания более эффективен, так как потери в результате перехода в раствор клеющих веществ тем меньше, чем ниже температура обезжиривания. Кроме того, степень обезжиривания увеличивается в 2-2,5 раза. Каждая секция аппарата включает в себя сосуд, представляющий собой вертикальный цилиндр с коническим днищем и шнек для выгрузки кости, смонтированный под углом 30 градусов. В нижней части агрегата расположено два ложных днища с сетками штуцера для подачи острого пара и удаления из агрегата отработавшей воды, а в верхней части конуса два штуцера для подачи горячей воды. В верхней точке цилиндрической части сосуда расположен гофрированный карман для удаления жира из агрегата. Агрегат снабжен крышкой с люками для осмотра, вытяжной трубой, штуцерами и воронкой для загрузки кости. Разгрузочный штуцер шнека в верхней точке и штуцер для слива жира из агрегата расположены в одной горизонтали. Поэтому агрегат и шнек работают по типу сообщающихся сосудов, что обеспечивает постоянное заполнение шнека водой. И в то же время он является гидрозатвором для аппарата. В нижней части шнека вмонтирован штуцер с сеткой для периодического удаления осадка, образующегося в процессе работы, а также для полного удаления жидкости из секции. Дифференциальный шаг винта шнека исключает перегрузку и забивание шнека костью. Шнек снабжен съемной плотно закрывающейся крышкой, воздушным клапаном для сообщения с атмосферой и приводом, расположенным в верхней части шнека, имеющим три съемные шестерни для изменения частоты вращения. Дважды дробленая кость, попадая в первый сосуд агрегата, нагревается пара, поступающим в него через ложное дно. При этом она частично обезжиривается, а мясные прерези свариваются. В сосуде кость медленно продвигается сверху вниз. Необходимое время для ее обезжиривания в агрегате от 4 до 6 часов, по 1-1,5 часов в каждой секции. Технические характеристики агрегата представлены на слайде. Аппарат для экстракции желатина. Сырье температурой 18-20 градусов Цельсия подают в аппарат в смеси с водой. По окончании подачи сырья воду полностью спускают в канализацию и подают воду температурой 70-80 градусов Цельсия. В паровую рубашку постепенно пускают пар. PH вывариваемых бульонов для осеина 5,8-6,2. Для мягкого коллагена, содержащего сырья 5,8-6,6. Скорость экстракции можно считать удовлетворительной, если концентрация раствора увеличивается на 1-1,5% в течение каждого часа. Общая продолжительность экстракции от 24 до 30 часов. Во время варки замеряют температуру в различных точках варочного аппарата. У готовности бульона судят по его способности желатинизироваться и крепости студня. Бульоны сливаются с самотеком или их откачивают насосами. При медленном спуске масса сырья в аппарате является своеобразным фильтром и адсорбирует на своей поверхности жир. Оставшиеся в аппарате сырье заливают свежей горячей водой для варки второй фракции и так далее. Концентрация последних бульонов обычно не превышает 2%. В них содержится мало желатина. Такие бульоны упаривать невыгодно. Целесообразно направлять их вместо свежей воды для варки последних фракций в другие варочные аппараты. Расход горячей воды для заливки сырья от 15 до 16 тонн на 1 тонну готового желатина. Аппарат для экстракции желатина. Сырье температурой 18-20 градусов Цельсия подают в аппарат в смеси с водой. По окончании подачи сырья воду полностью спускают в канализацию и подают воду температурой 70-80 градусов Цельсия. В паровую рубашку постепенно пускают пар. PH вывариваемых бульонов для осеина 5,8-6,2. Для мягкого коллагена, содержащего сырья 5,8-6,6. Скорость экстракции можно считать удовлетворительной, если концентрация раствора увеличивается на 1-1,5% в течение каждого часа. Общая продолжительность экстракции от 24 до 30 часов. Во время варки замеряют температуру в различных точках варочного аппарата. У готовности бульона судят по его способности желатинизироваться и крепости студня. Бульоны сливаются с самотеком или их откачивают насосами. При медленном спуске масса сырья в аппарате является своеобразным фильтром и адсорбирует на своей поверхности жир. Оставшиеся в аппарате сырье заливают свежей горячей водой для варки второй фракции и так далее. Концентрация последних бульонов обычно не превышает 2%. В них содержится мало желатина. Такие бульоны упаривать невыгодно. Целесообразно направлять их вместо свежей воды для варки последних фракций в другие варочные аппараты. Расход горячей воды для заливки сырья от 15 до 16 тонн на 1 тонну готового желатина. Диффузор K7 FV1 G3 предназначен для обесклеивания костного шрота. Он представляет собой стальной сварной цилиндр с верхним и нижним днищами, на которых расположены люки загрузки и выгрузки костного шрота. Люки снабжены бугельными затворами для быстрого открытия и закрытия люков. Верхний и нижний люки имеют блокировочные устройства, предотвращающие подачу пара в диффузор. При неплотно закрытых люках и открытии люков при повышении давления пара в диффузоре. Раздробленную кость загружают через верхний люк, который герметично закрывают с помощью штурвалов и траверс. При этом на пульте управления должны включаться лампы. Давления нет, верхняя крышка уплотнена, нижняя крышка уплотнена. Затем вручную открывают вентиль подачи пара в диффузор и варят кость согласно технологии. По окончанию варки подавать пар прекращают. Сливают жир, бульон, выпускают пар, а кость выгружают через нижний разгрузочный люк. Диффузор К7ФВ1Г5.5 имеет аналогичные характеристики, конструкцию и принцип действия уже рассмотренному диффузору марки Г3. Технические характеристики диффузоров представлены в таблице на слайде. Благодарю вас за внимание. Поставьте лайк. Поделитесь этим видео в социальных сетях и мессенджерах. Подпишитесь на мой канал. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.